Продолжение следует... Здравствуйте! Вы смотрите духовно-просветительскую программу «Лампада» в студии Наталья Полянская. Сегодня проповедь о вере как непременном условии совершения чуда, а также празднуется память святого преподобного Иоанна Лестничека. Мы расскажем о знамении благодати Божией и символе Духовного Союза с Церковью. В рубрике «Православие про Сохрответах» вы узнаете, что означает таинство соборования, сколько раз можно собороваться, и почему перед этим таинством нужно исповедоваться и причащаться. Дорогие братья и сестры, в сегодняшнем евангельском чтении мы слышим повествование о том, как к Христу пришел человек и просил исцелить его бесноватого сына. Он говорил, что он приводил их к ученикам Христа, но они не смогли его исцелить. «О, роди неверный и разращенный, доколе терплю вас, доколе буду с вами, приведите его сюда». Привели сына этого человека, он сразу же упал. Господь запретил бесу и повелел выйти из него. И сразу же этот человек стал как мёртвый. Господь подошёл, поднял его и отдал его Отцу. Ученики наедине затем спросили Христа, «Почему мы не могли изгнать беса?» На что Христос ответил, «Род сей изгоняется постом и молитвой». Эта неделя церковью вспоминается Иоанн Лествичник. Иоанн Лествичник часто говорил, что мы не будем осуждены за то, что не делали великих подвигов, не говорили ангельскими языками, но мы будем осуждены за то, что не пребывали свою жизнь в покаянии. Он написал труд под названием «Лествица», в котором описаны 30 ступеней добродетели восхождения к Богу. Сам Иоанн вкушал то, что было разрешено церковью, спал не больше, но и не меньше, чем все остальные монахи, но имел умеренность во всём. Он любил говорить о душе. И когда его упрекнули в том, что он этим тщеславится, он поднял подвиг безмолвия. И потом его уговаривали, чтобы он опять начал говорить. Покаяние в нашей жизни очень нужно, потому что без покаяния прийти в Царство Божие никак не получится. Поэтому мы должны как можно чаще прийти на исповедь, увидеть и осознать свои грехи и покаяться в них. В жизни каждого человека хлеб занимает особое место. Он является символом любой пищи и тех трудов, которые необходимы для её добывания. Православная Церковь содержит несколько видов хлеба освященного. Далее вы узнаете, как упекают просфору. Просфора с греческого слова означает «приношение». Это богослужебно-литургический хлеб, употребляемый для таинства Евхаристии, святого причастия, и для поминаний во время проскомедии живых и мёртвых. Своим происхождением просфору уходит в глубокую древность. Первые просфоры были обыкновенным хлебом, но со временем просфоры начали выпекать в церкви. Всем известно, как отрок Варфоломей, так звали в миру преподобного Сергия Радонежского, научился читать. Он не понимал грамоты, и за это был броним родителями и учителями. Часто отрок молился Богу, слезами прося вразумить и научить его. Однажды, когда отец послал искать его разбежавшихся лошадей, Варфоломей увидел святого старца, молча молящегося под дубом. Старец спросил, что он хочет. Варфоломей попросил старца помолиться, чтобы он понял грамоту. Подняв руки и очи к небу, старец вознёс молитву, а затем дал Варфоломею маленький кусочек святой просфоры со словами, что даётся знамение благодати Божией. Знамение — это такие предметы или изображения, которые передают духовное значение божественных и небесных истин. Благодатью называют дары Святого Духа, неспосылаемые Церкви Христовой, для духовного роста человека и для достижения имени Царства Небесного. Просфора состоит из двух частей, которые изготавливаются из теста отдельно одна от другой, и затем соединяются вместе, прилипая одна к другой. На верхней части ставится печать. Своими двумя частями означают Божество и человечество Иисуса Христа. Такое устройство просфоры соответствует устройству человека до грехопадения, и природе Господа Иисуса Христа, восстановившего в себе это нарушенное грехопадением устройство. Просфора делается круглых в знак вечности Христа и человечества во Христе, что человек сотворён для вечной жизни. Просфора — это церковный хлеб, с перевода из греческого слова, означает «приношение». Просфора выпекается из муки, дрожжей, соли и воды и требует к себе выпечки благоговейного отношения. В нашем храме просфору выпекает определённая группа людей, по благословению настоятеля храма. Выпекаем с благоговением, с молитвой, с душевной радостью. Мука, вода и соль, соединённые огнём, означают, что Бог весь соединился с нами и подаёт нам свою помощь и содействие, а особенно то, что Он весь соединился со всем нашим естеством. Просфора, которая даётся после окончания литургии, является святыней и благоговейно вкушается верующим, прежде принятия всякой пищи со святой водой. Просфору хранят в чистой посуде, в святом углу возле икон. Символом духовного союза человека с церковью является церковная свеча. Человек, переступивший порог храма в первую очередь, зажигает и ставит свечи. Свеча — это святерство веры, причастности человека к божественному свету. Она выражает в пламе любви человека к Господу, Матери Божией, ангелам или святым. Вы сжигали свечи и святые апостолы, и первые последователи Христовы, когда собирались в ночное время для проповеди Слова Божия, молитвы и преломления хлеба. Сам Господь — глава церкви, вечный и вечерний свет, живые свете неприступны. Как восклицает царь Давид, Господь мой, святильник мой. Да, действительно, в церковных песнопениях воспевается Господь, как солнце, светило всего мира и всей вселенной. И мы с вами скоро-скоро тоже будем воспевать. «Святися, святися, Новый Иерусалиме, Слава Богу Господне на тебе воссиянт». Еще с давних-с давних времен свеча являлась светильником, светильником в церкви. Свет, ведь действительно, что такое свеча — это приношение нашей жертвы Богу. Вы знаете, ведь с давних-с давних времен, как сказано даже в Деянии Святых Апостолов, сказано, в горнице, где мы собрались, довольно было светильника. То есть давным-давно свеча выжигалась в храме. Святые отцы горящую свечу сравнивают с душой человека. Да, действительно, для использования свечей приготовляется и берется воск, чистый воск. У нас в монастыре послушание по изготовлению свечи является не второстепенным. Как правило, старшая матушка руководит. Вы знаете, ведь это очень высокое послушание, потому что действительно приносится жертва Богу. Берется воск, чистый воск, сравнивается с чистотой нашей души. Воск сам по себе мягкий. То есть это символизирует то, что мы также должны быть послушливы, мягки, покорны Богу. Воск собирается пчёлами, пчёлами от пыльца, от всех цветов. То есть что такое? Господь — Создатель всего и вся. То есть это жизнь. Действительно, символика свечи очень велика, ведь она горит огнём, она обжигает огонь, обожение. Ведь в виде огненного языка Дух Святой сошёл на апостолов. Для чего? Чтобы очистить скверну нашу душу, скверну нашего тела. Святой Иоанн Кронштадтский писал, «Если ставишь свечи, а любви к Богу и ближнему в сердце не имеешь, скупишься, немирно живёшь, то напрасно и жертва твоя Богу». Богу приятна восковая свеча, но горение сердца Он ценит больше. Добрый день, уважаемые телезрители! И сегодня мы с вами поговорим на тему о таинстве Елеосвящения. Вопрос заключается в том, что означает таинство соборования, сколько раз можно собороваться и почему перед этим таинством нужно исповедоваться и причащаться. На первую часть вопроса, в чём, что означает таинство соборования, мы наилучшим образом найдём ответ у великого святителя Русской Православной Церкви митрополита Филарета Дроздова. На этот вопрос он отвечает таким образом. Елеосвящение есть таинство, в котором при помазании тела елеем, освященным растительным маслом, призывается на больного Божия благодать, исцеляющие душевные и телесные болезни. Также мы должны пояснить, откуда может брать своё начало это таинство. Это таинство берёт начало ещё с апостольских времён. Иисус Христос, когда дал власть апостолам исцелять больных, апостолы ходили по городам и весям и помазывали болящих елеем, и болящие получали таким образом исцеление. Также у апостола Иакова в его соборном послании мы находим слова «Болен ли кто из вас, пусть призовёт пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и выставит его Господь, и если он содел грехи, простятся ему». На этом изречении апостола Иакова утверждается установление таинства церкви Елеосвящения. Но каким образом таинство Елеосвящения совершалось у нас в Русской Православной Церкви? Многие люди в современном мире, приступая к таинству Елеосвящения, не совсем понимают смысла этого таинства. В таинстве Елеосвящения человеку прощаются забытые грехи по немощи, а не те грехи, которые человек утаил либо не исповедал во время своей земной жизни. Современного человека зачастую интересует вопрос получить исцеление от своих болезней. Но зачастую исцеление от болезней не всегда является добром для человека. Приступать к таинству Соборования мы должны один раз в тяжёлой болезни, но не более одного раза в году. Предварять таинство Соборования мы должны личным покаянием, участвуя в таинстве Исповеди. Но после участия в таинстве Исповеди и Соборования мы должны приступить к величайшему из таинств — таинству Евхаристии или таинству Причащения. На этом мы с вами прощаемся. До свидания. До будущих встреч. Бог спасает человека не без его участия. Он требует веры от человека. Сегодня в проповеди вы узнали, как Господь совершил великое чудо по вере его родителя. Именно на силу веры Бог даёт свою благодать и открывает двери своего Царства. Мы рассказали вам о священном достоянии православия и о том, что человека спасут не церковные символы, а божественная благодать. В рубрике «Православие. Вопросы и ответы» вы услышали, что при таинстве Соборования даётся Божья благодать. Прощаются человек грехи, забытые по имуще. Еле освящение можно принять один раз в год. Перед таинством нужно исповедаться, а после причаститься. Вы смотрели духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии была Наталья Полянская. До свидания. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok